Приветствую вас, мои дорогие друзья! Снова с вами Евгения Таро и сайт magexpert.org, как обычно. Ну и как обычно мы очередную карту Бадзе сейчас проанализируем с вами. Это будет карта мальчика, 18 лет от роду, которому вменяют убийство женщины. Чью карту мы не так давно с вами рассматривали. Я с вашего позволения буду использовать изопов язык, не называть имен никаких. Ну, сами понимаете, по какой причине. Я не хочу никаких конфликтов на своём канале. Моя задача не выяснять политические какие-то взгляды друг друга. Моя задача анализировать карты и смотреть на иероглифы, и пытаться понимать вот эти все хитросплетения судьбы. Так вот, я очень большая любительница анализировать синхронность карт. Ну, например, смотреть судьбы мужа и жены, и их детей, например, как они друг на друга влияют. А они влияют, да. Я люблю также смотреть карты жертв и убийц. И, как правило, даже вам говорю такую фразу, что нам, в отличие от Шерлока Холмса, не нужны дедуктивные методы. И уж тем более нам не нужны никакие улики. Нам сейчас иероглифы всё расскажут и покажут. Но вот смотрю я на эту карту, и, вы знаете, меня терзают смутные сомнения. Единственное, что я здесь вижу пока что на первый взгляд, это то, что парень будет сидеть. Да. Тут и в его карте непосредственно есть этот пресловутый двойной селезень, который не только про любовные треугольники может говорить, но и про наручники, и про конвой. А это кролик, вокруг которого две собаки с хранилищами. Ну и хранилища же, соответственно, не только про сокровища говорят, но в худшем случае могут рассказывать нам про кладбище. Ну а в лучшем, да, про тюрьму. Поэтому в самой его карте мы видим намёк на то, что сидеть ему не пересидеть. Но, да, я смотрю на такт удачи, вижу там змею, а год-то у нас какой? Год дракона, разумеется. И если человек не занимается никакой тебе эзотерикой, никакой тебе магией, то это же попадалово. Это же сети ада. Тюрьма. Лишение свободы. Мало этого, ещё и две собаки вот эти в карте, когда видят дракона, думают, это что ещё за хрень. И пытаются его порвать, как ту зигрелку. И это тоже сети ада и небес. И если человек не занимается ни магией, ни эзотерикой, то ему звездец. Вот видите, я опять стихами заговорила. Привыкайте. Я частенько это делаю. Ну так вот, попадалово, я, конечно, здесь вижу, это всё действительно очень очевидно. А вот про то, что он киллер, иероглифы пока молчат. Ну давайте, давайте же взломаем этот крепкий орешек, орешек, расколем его. Стрелял или не стрелял? И если да, то почему, зачем, нафига, чтобы что? Ну плясать, как всегда будем, от господина дня. А здесь янская вода. Да. А янская вода, как мы уже выяснили, это люди, у которых, ну немножечко, а иногда не немножечко, завышенная самооценочка, большое самомнение и уязвимое самолюбие. Это люди очень ранимые, обидчивые, да, но терпеливые. Очень долго могут терпеть, но когда дамбу срывает, а дамбу сорвало, да. Дамбу здесь собаки изображают, а к ним пришёл дракон. И да, всё. Дамба была и не стала её. Так вот, янская вода без дамбы – это цунами. Это всемирный потоп, это снежная лавина невообразимой силы, это водопад Ниагара. Короче, янскую воду несёт, конкретно несёт. Потом, когда время проходит, янская вода немножко успокаивается, начинает рефлексировать и угрызаться чувством вины или совестью, если, конечно, она у этой янской воды есть. А совесть – это, как правило, либо прямая печать, либо правильная власть. Мы видим с вами здесь прямую печать, значит, с совестью всё в порядке, это не беспредельщик, нет. И вот, вы знаете, правильная печать, что делает обычно. Но обычно таких людей все считают очень правильными и хорошими. И вот неудивительно, что его родственники, друзья, одноклассники, согруппники, соседи считают хорошим мальчиком, потому что он и есть хороший мальчик. Но дамбу могло сорвать. Да. Ну, вернёмся пока что к янской воде. Что ещё надо отметить? Это то, что это люди, как правило, интеллектуальные, любознательные. И прямая печать тоже на это намекает. И фазы здесь у него, шапка и пояс, не один раз встречаются. И цветущие балдахины есть. Неглупый парень. Неглупый. Действительно, мог быть весьма-весьма любознательным человеком, хорошо учащимся, познающим этот мир. Также янская вода может указывать и на то, что человек коммуникабельный, общительный. Да. Любит заводить какие-то связи, знакомства, контакты налаживать, мосты наводить. Но связями, как правило, этими пользоваться не особо-то умеет. Вот этот вот блат, кумовство, это не его история. Ну, просто потому, что на поклон ходить кому-то эта звезда никогда не станет. Он же император, он же король. Ну. А то король у нас головы упадёт. Также очень важная деталь. Если вы до сих пор ещё не приобрели у меня сериальчик пропадших ангелов, то есть людей, выпавших из окна или там балкона с большой высоты, то вы, конечно, очень многое потеряли. Там потрясающие открытия. Но я хотела сказать вам вот о чём. Что когда я работала над этими картами падших ангелов, я заметила одну особенность. Она связана именно с янской водой и косым богатством. Если вот эти товарищи где-то встречаются в карте, неважно в каких столпах, даже если не в самой карте, а в приходящих периодах, это обычно указывает на то, что человек склонен переоценивать свои возможности и недооценивать возможности других людей. Или недооценивать степень риска, с которым человек сталкивается. Это обычно встречается у альпинистов, ну вот тех, которые в горы лезут и там либо замерзают, либо падают с большой высоты. И вот у этих падших ангелов та же самая фигня. Так вот, я гляжу на эту карту и вижу янская вода и косое богатство на первом месте. Опа! Значит, парень все-таки переоценивает свои возможности, думает, что ему море по колено, он все могет, и недооценивает степень риска и последствия. Янская вода у него сидит на собаке. Собака занимает дворец здоровья, тела, дома, семьи, отношений, брака. И это земляная ветвь. Я уже давно поняла, что это попадало вам, когда земляная ветвь в этом дворце. Но, правда, она не в пустоте. Уже хорошо. И, собственно говоря, фаза неплохая, шапка пояс. Неплохо. Однако, все равно, земляная ветвь это не есть год. Для личной жизни в первую очередь, для здоровья во вторую. Что из себя вообще представляет иероглиф собака? Это армия, солдатики. Но, мы уже много карт посмотрели и пришли к выводу, что это не только про армию, про солдатиков, это может быть и банда какая-нибудь, мафия. Это может быть какая-нибудь партия. Это может быть группа, коллектив или группировка. Тоже да. Это может быть фан-база, толпа поклонников. Это может быть указание на то, что мужчина еще тот кобель. Тем более, с двойным селезнем. Ну, может быть. Допустим. Тем более, косая. Любовница, ведь богатство стоит на первом месте. Ну, все может быть, конечно, да. Но, в то же время, собака, это все же таки верный и преданный охранник или последователь за своей звездой. Вот смотрите, вот этот столб, янская вода на собаке, я обычно называю верховно-главнокомандующей армией. И точно такой же столб, я напомню вам, был в такте удачи у той самой жиночки, которую якобы этот мальчик пристрелил. О каком же здесь может быть идти речь верховно-главнокомандующим армией, если парнишке всего лишь 18 лет и он не был никаким блогером, звездой, актером знаменитым или певцом, чтобы иметь такую толпу поклонниц, поклонников, фан-базу. Ну, может быть, конечно, в будущем мог бы стать. Однако пока не судьба, пока не судьба. Возможно, здесь этот столб говорит о нём, как об этой боевой единице, солдатике в какой-то группировке, в какой-то своей армии, у которой есть вот этот самый верховно-главнокомандующий, который отдаёт приказы, и мальчик этот просто исполнитель. Ну, вот это уже как-то ближе к теме, может быть. Но у меня есть ещё одна мысль, и я озвучивала кое-какие подозрения по поводу шапоклячки и этого такта удачи в её жизни, что нападала же она наверняка на верховно-главнокомандующего. Честно говоря, я больше нападок на нашего змеёныша слышала, чем на вот того путёныша. И это уже заставляет немножко подзадуматься, подзадуматься. Кроме того, нападки были и на армию, к тому же тоже нашу. Что-то я пока что не наблюдала никаких цитат в интернетах, чтобы она так вражескую хаяла, что тоже заставляет немножко так призадуматься, призадуматься. Почему вот 73% населения не умеет думать? Нет? Ну да ладно. Вы знаете, почему я говорю про 73%? Я надеюсь. Да, это показатель. Показатель. Какой процент населения не умеет думать? У соседей вообще 87%, если что. Так что, да, мы еще ничего, нормально так держимся. Есть думающие люди в наших краях. Ну так вот, вот эти ее нападки, вот этот мальчик мог воспринять как нападки на себя лично, потому что это столб его дня рождения. Но даже вот, знаете, не сколько про себя он мог подумать, сколько про свой столб года, где стоит косое богатство янский огонь на собаке. Если вы немножечко интересовались темой родственных связей в Бадзе, то вы в курсе, о ком идет речь. Да, про отца, который воюет, который в армии, который говорит, ну, не на том языке, вы же понимаете, который рискует своей жизнью, чтобы вот та жиночка могла потякать, что она хочет, будь какой умовой, который рискует вот своей жизнью, каждый день, каждую минуту, чтобы на ее голову не так часто сыпались ракеты. А она этого человека берет и обзывает лайном, сметя, только потому, что он вырос в той области, где немножко на другом языке принято разговаривать. Вы знаете, ребята, в нашей области очень много раньше было приезжих вот как раз из той области откуда-то жиночка. Как вы думаете, на каком языке они разговаривают здесь? Да? Вы думаете на свое? Нет, на нашем. Потому что так принято в этой местности. Так принято. И это не значит, что мы хуже и что мы не так любим свою родину. Это не значит, что та жиночка краще за нас и больше любить свою Украину. Нет, это не так. Это просто сегрегация населения по языковому признаку. Чем она отличается от сегрегации по цвету кожи, например, или по национальности? И чем тогда отличается это от героя сороковых годов прошлого века? А у парня правильная печать в карте стоит. И он понимает, что то, что она говорит, это нехорошо. Это неправильно. Потому что, смотрите, прямая печать, и я вообще недолюбливаю людей с прямой печатью в картах. Знаете, почему? Потому что они слишком правильные. А я нет, я неправильная. Я могу шутить, балагурить, хулиганить, как-то, хохотать там, где это вообще как бы не айс, если уж на то пошло. И вот они мне всегда пишут, вы себя неправильно ведете. У человека трагедия, вы смеетесь, а вы хохочете. Как вас неприятно слушать. Где-то люди с правильной печатью, они все правильно говорят. Да, я согласна, они все правильно говорят, но просто мы все разные. Мы, каждый человек, индивидуальность, которую надо уважать. Нельзя всех под одну гребенку сгребсти, понимаете, в чем дело. И нужно ко всем относиться с пониманием, с пониманием. А вот люди, у которых есть эта правильная печать, они хотят навязать то, что считают правильным другим людям. Поэтому недолюбливают, недолюбливают. Но тем не менее, вот мы видим, у этого парня была эта прямая печать, была, есть, он же еще живой, в отличие от той жиночки. И это значит, что он хочет ее научить чему-то, если он исполнитель этого дела. Научить, как правильно. потому что еще что самое главное в его жизни? Это отец, да, и мама. Косое богатство это папа, а прямая печать это мама. И вот вся жиночка просто их взяла и оскорбила, унизила, растоптала людей, которые вот живут ближе к военной зоне действий. На них чаще летят эти ракеты, дроны, они чаще остаются под обломками, они чаще бегают в укрытия, чаще рискуют жизнью. И вот вон и сметя, а она героиня, понимаешь ли. Что с этой страной не так? В общем, где-то в глубине души очень-очень глубоко. Я могу его понять. Ну, если его мотив был именно такой. Ну, если это личное, тогда да. Дамбу реально сорвало. Ну, вернемся к столпу дня рождения. Давайте посмотрим, что там по звездам вообще. Ну, благородной кухней нас не интересует. Он может указывать опять же на то, что будет он в хранилище сидеть, а тут же хранилище и цветущий балдахин и тахата. Будет сидеть и его будут кормить. Ну, да, благородной кухне очень часто именно на это намекают, что человек без куска хлеба не останется, не будет он голодный и без крова над головой. Все у него в этом плане будет хорошо. Но благородной кухне еще на собственные кулинарные способности намекает, и то, что вот ему надо заниматься тем, чтобы накормить как можно больше голодающих и жаждущих. Ну, собственно говоря, да, вот эта звездочка про это. Хранилище не всегда, как мы выяснили, сокровищница, как говорят теоретики, и ждут, когда придет дракон и вскроет эту сокровищницу, и оттуда посыпятся бабки. Как же, как же, да. Ну, у кого-то, да, может так сработать, согласна, может. Ну, это, знаете, редкий случай. Хорошую карму надо иметь. А так хранилище, конечно, может, знаете ли, превратиться в яму. Да, в худшем случае это кладбище. И довольно часто это кладбище, могила. Но иногда может быть вот тюрьмой. Тюрьмой или больницей. Кому как больше повезет. Цветущий балдахин это звездочка, которую я вообще называю Дон Дестерп, пожалуйста. И она обычно обозначает, что человеку нужно уединение, какая-то своя комната или своя квартира, свой дом, где он может побыть наедине с самим собой. Чтобы его никто не трогал, чтобы он мог подумать о чем-то о своем и что-то там себе поразмыслить. Ну, у него будет теперь такая возможность. Да. посидеть на хате или в одиночной камере. Ну, как повезет. Но цветущий балдахин, конечно, не только про это. Он еще говорит о способности учиться и дает возможность получить хорошее образование. Ну, с этим у парня вроде как все в порядке было. Так, ну, еще, конечно, цветущий балдахин может просто про недвижимость вместе с хранилищем говорить, покупку квартиры может обещать, но это, конечно, при других условиях, при другой реализации карты, разумеется. И еще про что хочу сказать, про цветущий балдахин, это то, что это фестиваль биеннале, как я это называю, в общем, праздники всевозможные, застолья, всякие разные корпоративы и тому подобное. Здесь еще у нас есть благородный шести гармоний, и вы знаете, вот товарищ ушлый этот благородный Люхе. Даже самого неликвидного парнишу может хорошо пристроить в плане личной жизни. Даже если он в тюрьме будет сидеть, по-любому может жениться. Хотя у него, конечно, только косое богатство в карте. Прямого нет. Но есть прямая печать. Может быть, жениться и захочет. Ну, как мы с вами уже на примере Виктора Куэна, поняли, что тюрьма не является причиной одиночества. И что даже там можно прижениться и развестись и снова жениться. И это как бы не проблема. Так, добродетель дня. Неплохая звездочка, но можно сказать ни о чем. Бог отступления. Полюбуйтесь-ка, бог отступления, который обычно обозначает некоторую трусость. Ну, не трусость, это когда много богов отступления, тогда да, может быть какой-то жим-жим. А так вообще это просто осторожность. Как я говорю, оба человечеств. Ошибка иньян, ребята, ошибка иньян. И вот сейчас вам расскажу про ошибку иньян. Ну, конечно, это проблемы с противоположным полом. Мужчина не понимает женщин, женщины не понимают его, и на этой почве конфликты, ссоры, выяснения отношений, расставания, разбоды, ну и всё такое. Но ещё и ещё ошибка иньян, это ошибка перевода. Я имею в виду языковой конфликт. Да, ошибка иньян может говорить о том, что люди разговаривают на разных языках, причём не только в переносном смысле слова, но и в буквальном значении. Опять же, если вы пока ещё не видели мой сериал пропадших ангелов, вот я вас уверяю, вы очень многое потеряли. Так что давайте, давайте, подсуетитесь там немножечко и примите все необходимые меры для того, чтобы этот сериал посмотреть, потому что вы там очень много нового узнаете об отце. Ну вот, ошибка иньян это языковой конфликт. языковой. Ну и сети небес здесь указаны, ну они бы были, если бы мы где-нибудь здесь увидели свинью, а свиньи, если честно, очень не хватает в этой карте, ну может быть в час свиньи родился, как знать, как знать. Почему говорю, что не хватает? Ну потому что, потом расскажем. Пока вот давайте столб месяца рассмотрим. Прямая печать, то есть столб месяца, как я всегда люблю говорить, у нас многофункциональный товарищ, и за многое, что отвечает, и прежде всего за родительскую семью. Тут с родительской семьей все в порядке. Мальчика с детства учили, что такое хорошо, что такое плохо, и воспитывали его на отлично. Да. Прямая печать это мама, значимость мамы очень большая. Прямая печать это также учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал когда-то дедушка. Да. Прямая печать это закон. И вот слишком правильный товарищ у нас получается. Но я сказала только про родительскую семью, а здесь же этот столб еще и за другие функции отвечает. Может, также за друзей говорить. Правильные у него друзья. Да. И за каких-нибудь партнеров по бизнесу или по личным каким-то отношениям. Супругов тоже может показывать, поэтому правильная печать, да, может давать желание жениться. Хотя земляная ветвь во дворце брака и только косое богатство, а прямого богатства нет, жениться может быть и не надо. Но желание у него может такое возникнуть. Кроме того, это же еще прямая печать может обозначать отцовство. Ну, в мужской карте тоже, да, конечно же. То есть желание иметь детей. Да, но еще вот этот вот столб у нас отвечает за работу. Работу, карьеру. А из него мог бы, например, юрист неплохой получиться. Ну, прямая же печать это закон. Да, тем более здесь инский металл, что тоже подходит под юридическую деятельность. Ну, не только, конечно, но давайте про профессию сейчас не будем тут фантазировать. Давайте разберемся с этим столпом вообще, да, с иероглифами самими. А здесь у нас инский металл, который обычно переводится как горький или горько-сладкий или острый вкус, такой, знаете, прям ядреный. Или же, например, еще такой перевод имеет как тяжелый, трудный, мрачный, ну, меланхоличный, депрессивный, но я не вижу здесь, чтобы он был такой уж депрессивный товарищ. Для этого нужно очень много металла, и много этого металла должно прийти в тактах где-нибудь, в периодах, но нет. Здесь такого обилия металла я не наблюдаю, ничего в металл там особо не сливается, поэтому нет, депрессняками не страдал, судя по всему, и не является таким уж мрачным и меланхоличным по природе, но иногда может, да, грустинку поймать. Ну, а кто, нет, кто этому не подвержен, все подвержены по-любому. Так вот, тут самое главное то, что этот инский металл сидит на кролике, а этот столб у него полобанный, или переломный. Дело в том, что вот этот столб, он обычно обозначает то, что человеку придется пережить в своей жизни какие-то множественные ранения, травмы, переломы, особенно уязвимы шея, ключицы, руки, ноги, мелкие суставы. Тем более, что здесь и фазы такие, смерть, призрак, да. Тут, конечно, это неблагоприятно может сказаться на его семье, да, семья может рухнуть, поломаться буквально. Тем более, кролик, это же гнездо, семейное, гнездышко родительское, вот оно может пострадать. Тут вот закон, законодательство может вбить кол в это семейство, сломать и разорить это гнездо, а смерть и призрак, ну, типа за убийство. А что по звездам? Благородный человек в этом столпе, а благородные люди это вот жнецы смерти, да, это вот те ангелы, хранители, если их можно так назвать, которые все фиксируют, и если человек где-то накосячил, ой, получит по шапке, ой, получит, но если заслужил наоборот какое-то вознаграждение, то и этого ему не миновать, получит и вознаграждение, конечно же. Небесный персик, купание, цветок романтики, это про привлекательность, но давайте не будем путать привлекательность, и красивую внешность. Зачастую это вообще две разные вещи, и люди далеко не самые большие красавцы могут быть чертовски обаятельными, иметь какой-то шарм, уметь нравиться людям. У него такой талант имеется, тем более с его этой янской водой на собаке в столпе дня рождения. Еще снова-таки ошибка иньян, но вы видите, вы видите, ну работать конечно с противоположным полом нельзя, а вот работать с языками можно, и у переводчиков очень часто я встречаю, у программистов очень часто я встречаю, да, девятка чоу, но это конечно не очень хорошая звезда, которая говорит о слабостях, перед которыми человеку очень сложно устоять, есть какие-то соблазны, и они носят характер некоего порока, и болезнь, ну, болезнь, дело в том, что прямая печать еще и за здоровье отвечает, а тут переломы-переломы, да, со здоровьем не все может быть хорошо, ну, тем более, если он присядет и надолго, то плакало его здоровье, ему там надо очень хорошо о себе заботиться, разумеется, давайте посмотрим столб года, косое богатство, косое богатство, это, конечно же, не только отец, но и любовницы могут быть, но и деньги, разумеется, тоже, когда косое богатство стоит на первом месте, ой, это же предпринимательский дух, это человек, которому очень хочется подсуетиться, причем, знаете, не очень сильно хочется много и тяжело работать, хотя, да, инский металл именно к этому склоняет, но хочется за свою работу получать много денег, много, может быть, нестабильную какую-то зарплату, но чтобы были какие-то премии обязательно, какие-то бонусы, какие-то выплаты, вот это больше интересует и привлекает. И вот такая формула, косое богатство и прямая печать, не только может указывать на то, что захочет жениться на своей любовнице, или там захочет родить ребенка, стать отцом, здесь еще может говорить это все о том, что человек мог бы быть честным предпринимателем, не схематозить там где-то что-то, не сидеть у корыта казну в карманы прятать, а быть честным предпринимателем. Такие люди на вес золота. В общем, косое богатство у него в виде янского огня, янский огонь вообще это красный рот, красноречие, тем более на первом месте, ну он мог бы стать действительно хорошим таким вот блогером, за которым много бы людей пошло, ну или лидером партии, например, какой-нибудь, да, или по-серьезному стать таким вот честным предпринимателем, у которого было бы очень много подчиненных, и он очень хороший кризис-менеджер. Янский огонь вообще сам по себе этот иероглиф обозначает рукоять оружия, да, ну а собака солдат, вооруженный и опасный. Я вам уже давно толдычу, что вот этот вот столб бен сюй, это столб, который чаще всего встречается в картах маньяков, серильников, как я их сейчас называю, или усерильников, усерильников точно. Но это убийца, серийный насильник. Вот я придумала неологизм, сократила эти три слова в одно, чтобы быстрее говорить. А там вроде бы как следствие обнаружило, что вот эта пани должна была быть не единственной, лишь первой его мишенью. а там у него в списке были еще товарищи всяких разных взглядов и даже противоположных этой пани. Ну, может быть, парнишка решил так всех помирить, просто убрать эти утюги, которые людей друг с другом стравливают, и таким образом положить этим срачам конец. Ну, как знать, как знать, что там ему в голову взбрело. Я больше думаю, что это лично, да, что он оскорбился, обиделся, и дамбу сорвало, и он не оценил степень риска, и переоценил свои возможности, и попал в попадалово. Ну, вот так. Тем не менее, давайте вернемся к этому столпу кода. Здесь у нас шапка, пояс и могила. Ну, да, могила, конечно, может быть, буквально могила, может быть, вот как хранилище, тюрьма. И по звездочкам здесь, ну, благородное богатство с косым богатством всегда в нагрузку идет. Еще один благородный кухни, голодным он не останется. Хранилище. Еще один цветущий балдахин. Благородное счастье. Ну, тоже хорошая звездочка, но, вы знаете ли, не всегда работает корректно, особенно, когда есть фазы могилы, или смерть или призрака. Ну, еще мы здесь сети неба снова-таки наблюдаем. Ну, про собаку и свинью, и драконов со змеей я уже сказала, и болезнь еще одна здесь, да. Я не знаю, там вроде бы что-то кто-то говорил там про какую-то болезнь у него, но я, честно говоря, не очень сильно вникала в эти новости. Я просто посмотрела пару выпусков, нашла дату рождения этого мальчишки, и вот смотрю с вами и рассуждаю, что к чему. Давайте посмотрим на такт удачи. А здесь у нас грабитель богатства пришел. Грабитель богатства штука довольно-таки интересная. Как показывает практика, довольно опасная. Многие люди с жизнью расстаются, когда приходит не только седьмой убийца, но еще когда приходит грабитель богатства, да. Потому что грабитель богатства может отнимать не только деньги и имущество. Он может отнимать и там должности какие-нибудь. Это ерунда. Всегда говорите спасибо, что деньгами взял. Потому что он может отнимать еще и жизни. Жизни ваших близких, дорогих вам людей, любимых. вами. Вашу собственную может отнять. Да, грабитель богатства может быть очень жадным, очень злым и сумасшедшим. Особенно, когда видит богатство в вашей карте. А здесь косое богатство на первом месте стоит. Да, это страшное явление. Ну, вообще, грабитель богатства это что? Это конкуренты, соперники, неприятели, враги, захватчики, оккупанты и так далее. Также грабители богатства это вот в буквальном смысле грабители. А грабителем могут быть не только ребята на большой дороге или в темном переулке, гопстопщики. Грабителями могут быть, как мы знаем, уже врачи. Да, очень часто, когда небесный доктор есть с этим грабителем и с овечьим ножом. Еще как могут пограбить все деньги, забрать, еще и порезать в придачу. И не факт, что выживете. Такое случается, к сожалению, а может быть и к счастью, как знать, как знать. Так вот, грабителями могут быть и государства, да, инфляция, все что угодно. Деньги потерять можно любыми способами. Даже сам человек может сам себя ограбить, переплатив за какую-нибудь фигню большие деньги, влезть в какую-нибудь пирамиду и все потерять. В общем, короче, вы поняли, да, грабитель, богатство, это такая штука, которая говорит о том, что, вот, да, надо заниматься благотворительностью. Но грабитель, богатство, штука, которая работает в обе стороны, и он сам может пограбить кого-то. И, как вы понимаете, может забрать не деньги, а жизнь. Да, жизнь. Но, честно говоря, пока что я редко наблюдаю, чтобы это именно так работало. Как правило, грабитель богатства в этой функции в картах жертв встречается, а не самих усирильников. ну, так вот, тот и в личной жизни этот грабитель богатства может напакостить. Либо у него девушку могут увезти, либо он у кого-то может кого-то отбить. А у него этот двойной селезин в карте есть, поэтому вполне такое возможно. Ну, про его личную жизнь никакой информации. Вся информация о том, что вот сидел в интернете шарился. Ну, нынешняя молодежь, что вы хотели. Этот грабитель у него в виде инской воды, психолог, психиатр, эзотерик. Вот если бы он интересовался вот этими вещами, а не пистолетами, ну, глядишь, глядишь, не в тюрьме бы сидел, а деньги бы считал свои честные, заработанные. Раскладывая картишки, Тару, например, и ведя свой канал на Ютьюбе, мог бы приобрести популярность, поклонников, и все бы у него было хорошо, но нет, мальчик чем-то другим тайно интересовался. Инская вода это же у нас тайный советник такой, жрец, шаман. Это человек, который владеет какими-то секретами, и вот его интересовало все такое секретное, тайное, какие-нибудь инструкции, методички всякие разные. Да, могло быть такое, могло. И сидит эта инская вода у него на змее, и мы тут с Элей поулыбались из того, что он на суде язык показывал, как змея прям, да, вот он, значит, змея и так может себя проявлять. Змея обычно мудрость, хитрость обозначает и изворотливость. Ну, то есть, хитрый уж, но шкварится на сковородке, изворачиваться может очень сильно, насколько ему это поможет. Опять я стихами говорю, что ты будешь делать. Да, и видите, видите, да, да, видите, змея и кролик. Как вам такое? Кто там мне писал в комментариях ха-ха-ха насчет змеи и кролика? Выкусите, получите гранату. Нет, просто давно наблюдаю за вот этой комбинацией и вижу, что да, действительно это работает. Без шуток. Ну, сейчас по комбинациям мы поговорим чуть позже, давайте сначала по иероглифам пройдемся, потом будем взаимодействие их рассматривать. Призрак, зачатие фазы. Ну, призрак и инская вода, да, вот все тайное, все какое-то секретно-секретное, его, конечно, будет интересовать какая-нибудь конспирология, особенно вот там что-нибудь про глубинное государство, про всемирный какой-нибудь заговор, что-нибудь эдакое, да, это, конечно, хлебом не корми. Лучше бы он эзотерикой интересовался. Здоровее был бы и все было бы у него хорошо. Вот не интересовался бы он какими-то политиками, а интересовался бы вот то, что действительно для жизни надо. Ну, то такое, то такое. Давайте посмотрим на звездочки тут и благородные тайцы, вот видите, видите, да, надо было эзотерикой заниматься. Тайцы не только про то, что где деньги можно взять, чуечка, коммерческая жилочка включилась, это еще и про интерес к эзотерике, каким-то вот таким тайным познанием, это в принципе интуиция хорошая. Благородный человек еще один, уже два благородных это жим-жим, ребята, это жим-жим. Небесный чиновник, ой, когда небесная канцелярия начинает подтягиваться, что-то намечается, это вот сгущаются краски в жизни человечка. Благородный правил, опа, чо, ну, слушайте, у него есть правильная печать, в такте благородный правил, ну, человек законопослушный, он по правилам играть должен быть, конечно, ну, хотя, конечно, благородный правил может играть немножко иначе, а так, что так, теперь, ребятушки, я здесь буду правила свои устанавливать, и со своим уставом ваш монастырь, не только вы со своим в наш, ну, может быть и так, вознаграждение десяти небесных стволов. Ребята, вот недавно глянула карту Камалы, ну, сами знаете, какой, и там увидела у неё, по-моему, в столпе дня рождения тоже благородного человека и десятку вознаграждений, и подумала, она случайно в суде не работала раньше, судью, оказывается, прокурором была, то есть, смотрите, это не только благородные люди могут устраивать судилище над человеком, и выносить ему какой-то приговор, сидеть или вообще лежать и не дышать, тут и сам человек может на себя взять такую функцию, судить и выносить вердикт другим людям. Он себя может возомнить законом и свои правила ввести, и по этим правилам играть. И если он себя здесь вообразил вот этим, да, отомстителем, верховным судьёй, вершителем судеб. Ну, почему нет, когда да? Мог, мог подержаться за рукоять оружия. Ну, допустим. Но вообще, вот эти звёздочки, благородные люди и десять вознаграждений, это же, конечно же, про то, что и высшие силы над ним судилище устроят. Безусловно, это судилище может проходить, конечно, в зале суда в буквальном смысле. А может, где-то и небесный чиновник вердикт спустить благородным людям, а те уже этот вердикт исполнят. Так, демон уничтожения. О-о-о, о-о-о, да, уничтожить, казнить, нельзя помиловать. Кровавый клинок, о-о-о, кровавый клинок, да, жестокая звезда, которая может обозначать кровопролитие. А он у него здесь дважды указан. Исходное созвездие, кого-то надо умножить на ноль, что-то кто-то очень заговорился, затрынделся, надо бы угомонить, наверное, да. Или же это этого парня в этом такте удачи сотрут с лица земли. Ну, тогда вот недолго осталось два года до смены такта. О-о, интересно. Или это его как личность, как гражданина на какое-то время припрячут в хранилище до поры до времени, ну, лет так на 15. Там кто-то до вечного въязнения требует. Ну, честно говоря, это какой-то неадекват. Почему других людей за такое же преступление до 15 лет садят, а этого парня должны навечно туда упрятать? Чем пани отличается от всех остальных? Что за нее кто-то должен дольше сидеть? Я не поняла этого требования. у нас это правовое государство или как? Или кто-то у нас по другим законам судится? Ну, короче, вопрос риторический, на него нет ответа. Красный Луань. Ну, для благородных это праздник какой-то. Ну, если бы по-другому парень свою судьбу развернул, это, может быть, и была бы свадьба реальна. Ну, или какой-то праздник по-другому поводу. Но, да, это может быть просто заседание суда. Такой корпоратив, да. А у него тут два красных Луаня, два Дракона, Духа Дракона, высокое социальное положение, прославится парень. Ну, прославился, да. Ну, только как, да, вот, плохо прославился. Благородные дня, то такое я уже, знаете, ерунда, считай. Я прошу прощения у благородного дня, что я его ерундой сейчас обозвала. Пусть не обижаются, просто говорю о том, что, ну, в контексте ситуации и перечисленных уже звезд, как мертвому припарка, грубо выражаюсь. Ошибка Инь-Я. Еще одна ошибка Инь-Я. Да. Так, год, давайте посмотрим, 24-й. Дух удовольствия пришел. Честно говоря, этот дух удовольствия меня немножко заводит в некоторый тупик. В некоторый тупик. Дело в том, что дух удовольствия это мягкое самовыражение. Это больше про любовь там какую-то. Про наслаждение жизнью, когда хочется просто кайфовать, лениться, вообще нифига не делать. Либо вот что-то делать, но вот в виде какого-то увлечения, хобби. Если вот работать где-то, то чтобы работа нравилась. Ну, то есть, дух удовольствия это вообще не про то, в чем этого парня обвиняют. чтобы он в этом году взял и пострелял кого-нибудь. Просто потому, что это приносит ему удовольствие. Ну, сложно, конечно, это представить. Ну, допустим. Ну, допустим. Хотя, еще раз повторюсь, вот в картах маньяков реальных, усиливников и киллеров, ну, я обычно не наблюдаю в таком количестве духа удовольствия. Хотя, понятно, что им это приносит определенное наслаждение. Но там в основном какие-нибудь гэнсюи, гэнчени и прочие гэны с какими-нибудь седьмыми убийцами и жуткими звездами. А тут прям пошла какая-то милота в виде этого духа удовольствия. Так, ну, вы видите, да, у него в карте два благородных кухни и дух удовольствия. Причем не один, а там еще и в дате был и в часе события тоже. В общем, три духа удовольствия и два благородных кухни. Это вот либо человеку надо было заниматься пищевой какой-то промышленностью, да, и работать в сфере как накормить других людей и животных, ну, в общем, живых существ всяких и разных. Либо это указание на то, что вот сам человек гурманствует, вот что-то, это я ем, это я не ем, и вообще хочу есть только омаров, крабов каких-нибудь белоснежных и так далее. Либо когда человек на полном содержании находится, ну, может быть, его содержали и кормили родители, да, может быть, теперь будет этим заниматься государство, ну, тоже понятно, ну, голодным точно не останется, дух удовольствия у него видеться, ну, слушайте, ему, может быть, и нравится с кем-то поспорить, подискутировать, блеснуть какими-то своими интеллектуальными способностями, ну, ну, не знаю, где она драконе, вот, если бы он занимался эзотерикой, к астрологу бы сходил, глядишь, глядишь, астролог бы рассказал, туда не ходи, сюда не ходи, этого не делай, то сидеть будешь, ну, да, интересовался он далеко не космосом, а, наверное, высокопоставленными людьми с высоким социальным положением, наслушался какой-то конспирологии, не знаю, начитался методичек тайных, секретных, ну, и решил подержаться за рукоять оружия, может быть, да, может быть, так, фазы здесь могила, пенсия, могила, как раз-таки про могилу говорит, или про хранилище, да, а пенсия на содержании, ну, вот его будут кормить и содержать, денежки там тоже будут какие-то выплачивать, ну, и звездочки давайте глянем, треша, так, ну, вот эти треша что-то ломают в его жизни, конечно, да, и что-то ставят на паузу, ну, если в тюрьму сядет, то, конечно, так, звезда счастья, ой, дух удовольствия, звезда счастья, вы только посмотрите на эти звезды, благородной небесной кухни еще один, божечки мой, человек должен был наслаждаться жизнью в этом году, вы понимаете или нет, просто тупо, даже если поехать в этот самый город, так ходить там по кавьярням, и кушать всякие там, я не знаю, канапе, в канапьярню сходить треба было, вот, вкусить какой-нибудь местной кухни с местным колоритом, кофейку попить местного, эх, а он чё, а он чё делал, во дворе сидел, вот дурак, так ладно, получатель, ну получатель, да, тоже такая же звездочка, как и вознаграждение десяти небесных стволов, то есть если человеку положено вознаграждение какое-то, да, премии, там, прибыль какая-нибудь, подарки, получит, конечно, а если наоборот, по шапке надо дать, ну, и по шапке огребет, ну, получатель, это что-то по типу, получив фашист гранату, ну, с этой точки зрения он мог, конечно, получить удовольствие, да, отомстив этой женщине за нанесённые ему и его семье оскорбления, так, ну, дело такое, небесное счастье здесь, благородный лунный добродетель, ну, слушайте, а небесная канцелярия дала добро, давай, парень, мочи тётку, да, подстрекнули, подстрекнули и выдали ему лицензию на это дело, тут без небесной канцелярии не обошлось, разрушитель, ну, да, 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 собаки и драконы, разрушители, конечно, а рушится что? Его личная жизнь и его социальный статус, да, его положение в обществе и репутации, десять духов таланта, ну, проявил талант, да, проявил, одинокий луан, скиталец, охотник, звезда банкротства, ну, может потерять всё в одночасье, ну, из сети земли, это дракон со змеёй, так, и что в июле? Прямая печать пришла, ну, парень восстанавливал справедливость, давайте назовём это так, если он исполнитель этого дела, если это личная вот эта месть за нанесённые оскорбления, то, да, он восстанавливал таким образом справедливость, он всё делал правильно, как он считал, учитывая вот эти ошибки иньян, то понятно, что за причина, то есть, тётя спровоцировала сама, да, трындилась, так, значит, ну, понятное дело, ребята, сейчас кто-нибудь с правильной печатью в карте мне скажет, ну, это же не повод её убивать, да, не повод, ну, парня сорвало дамбу, собаки, собаки эти в карте увидели дракона, это ещё чё за хрень такая, а у неё в карте вы видели сколько этих драконов, давай её мутузить, как тузик, грелку, ну, неправильно она себя вела, парень, с его точки зрения, восстановил справедливость, но прямая печать здесь не обязательно то, что он действительно это делал, прямая печать это и закон, что вот попадётся, вот были бы здесь косые печати и с пустотой, вот фиг бы его кто-нибудь поймал, а из-за прямой печати и в карте это прямая печать, и здесь это прямая печать, ну, и вот, тем более тут, конечно, есть эта самая пустота в козе, но прямая печать даже с пустотой работает, как то, что дело будет открыто или раскрыто, правильнее сказать. А что у нас здесь иньский металл на козе? Да, и, конечно же, это золотая антилопа, которая могла бы этого парня, конечно, озолотить, безусловно, но мы уже с вами также выяснили, выяснили, что эта золотая антилопа может быть невинной овцой на заклане, то есть жертвоприношение. И что по фазам здесь у нас? А, ну, конечно, коза это еще актриса, артистка. Но он же штамп переодевался, да, наряжался, бороду даже хотел клеить, а чё ж не наклеил-то? С бородой-то посложнее было бы, наверное, его узнать, не знаю. Ну вот, да, не дожал, не доиграл свою роль. Ну вот так вот. Фазы здесь эмбрион и пенсия, ну вот пенсия, 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 все это указывает на то, что будет он на содержание у государства, у налогоплательщиков. Так, благородный госпечатину, из всех утюгов про него будут в этом месяце разговаривать. Так оно и есть. Небесный управитель удачи, добродетель удачи, вот фортануло называется, прославиться, он хотел прославиться, чтобы о нем много людей узнало. Он этого достиг. Ну и красный фонарь. Вообще красный фонарь это про продажность какую-то. Не только про то, что там, прости господи, вот эта вся тема, про улицу красных фонарей. Это еще и про то, что вот у человека есть своя цена, тем более косое богатство у него на первом месте, его можно купить. Это может обозначать, что его наняли для исполнения этой задачи. А это может быть то, что он просто актер, отвлекающий от себя внимание, а киллер кто-то другой. Конечно, да. А это может быть то, что он отсидит за кого-то, за какие-то большие деньги. А тот кто-то, ну, будет дальше заниматься своими делами. Конечно, да. Интересно, девки пляшут. Так давайте эту карту на Мингли посмотрим. Так, девятнадцатое число. Дух наслаждения в виде Дзя. Еще один Дзя в эту карту добавляется. И это уже может быть такой намек, что он там был не один, что их как минимум было двое, а то может быть и трое, учитывая то, что и час события содержит в себе Дзя. Но про час чуть позже, а пока давайте про этого поговорим. он на обезьяне. А обезьяна это все тот же самый Ген, только в земной ветве. А я всегда говорю, видишь, Ген, готовься к неприятностям. Ой, что будет, что будет, потому что Ген видят Дзя хочет сделать кергуду бомбарбия, разумеется. Ну, да, в колодец, чик по горлу. Ну, не в буквальном смысле, а иногда и в буквальном. А здесь вот по голове дать, да, вот чем-нибудь таким тяжелым, ну, или в упор выстрелить из пистолета и таким образом обезглавить. Потому что, ну, это день отсякновения головы, и если честно, то я знаю несколько случаев, что именно в этот день людям было очень плохо. Ну, лично мне даже было только ночью. я всю ночь не спала, крутилась, вертелась, мучилась головной болью. Уснула только после того, как вторую таблетку цитрамона приняла. Потом, правда, нормально, но зато, да, знаю человека, у которого гипертонический криз случился в этот день, и еще нескольких знакомых, у которых инсульт. Так что, день был очень опасный, очень. Да, и вообще этот год очень опасный, я об этом говорила, когда рассказывала про остюжиночку, которую этот молодой человек обезглавил. Ну, если, конечно, это сделал он, а не был просто ряженым, отвлекающим на себя внимание и видеокамеры, и следствия, и берущий на себя вину, за какие-нибудь большие деньги. Ну, отлично, давайте посмотрим, что еще эта обезьяна может здесь обозначать. Может ли она обозначать, что парень слетел с катушек и сам это все осуществил? Ну, теоретически, да, может, может. Может ли обезьяна говорить о том, что он усерильник, и еще бы кого-нибудь грохнул, если бы его не поймали? Тоже да, может, может. Обезьяна дает устойчивость к монотонии, наша песня хороша начиная с начала, и повторение одного и того же очень даже может быть. Обезьяна это и руки в боке, конечно же, да, но еще она тоже, как и коза, еще та артистка. очень часто мы козу, обезьяну и быка видим у работников сцены, как я их люблю называть, то есть представителей шоу-бизнеса в широком смысле этого слова. Поэтому, может быть, и правда, просто чучело переодетое. Это пока что для меня загадка в этой карте. Это такой ребус, который я пока не способна разгадать. А вы что думаете по этому поводу? Пишите, пишите в комментариях. Фазы давайте глянем. Рождение, обрыв. Ну, тут нас интересует только обрыв, пожалуй. Ну, обрыв это привидение, призрак. Он там тынялся, как призрак, как привидение, выдавая себя не за того, кем есть и быстро исчезнув после события. Или же он эту женщину в привидение превратил своими действиями по обезглавливанию. И так, и так, может быть. Давайте звезды разберем. Демон уничтожения. Ну, конечно, да, демон уничтожения однозначно пришел. Овечий нож. Вот. Овечий нож, с одной стороны, это оборотень, да, волка, рядящийся в овечью шкурку. Ну, тут не в овечью шкурку, хотя, да, в какой-то степени овца же все-таки в июле месяце была, как-никак. Но овцой трудно его назвать, он больше напугал, а огороднее был похож в этой своей шляпе и очичьих. Ну, вот переодетый парень, да, который что-то там изображает оборотень, оборотень. Но овечий нож действительно, как и кровавый клинок, может давать вот эти всякие ранения, травмы, переломы и тому подобное. Поэтому, да, опять же, дилемма. Небесная благодать. Ну, небесная канцелярия все держит на контроле, это все по ее сценарию происходит. Видимо, небесная канцелярия выдала ему лицензию на обезглавливание. Дескать, все, тетка срок годности ее истек, пора на перерождение отправлять вперед, пацан, давай, действуй. Ну, может быть, и так, конечно. Лунная добродетель туда же. Почтовая лошадь, гастролер. Да, гастролер, однако же, исполнитель. И еще, конечно, почтовая лошадь намекает на то, что и он на воронке по местам не столь отдаленным экскурсию проделает. Звезда академика, то ли он очень наумняченый и горе от ума случилось, слишком много знал. Может быть, он прочитал вот эти инструкции, методички, сравнил с действиями жиночки, вот сие епани, белокуруи, и подумал, ах ты ж, да, нехорошая женщина. место тебе на кладбище. Тем более, она любила по кладбищам шариться. Ну, и отправила ее туда, к небесной канцелярии на перерождение. Может быть. Вот сейчас опять люди с правильной печатью напрягутся и скажут, Евгения, как вы можете вот так шутить? Ну, видите, могу. Нет у меня правильной печати в карте только седьмой убийца на первом месте. Вот это он так шутит. Это не я, не виновата, я, я. Да, ладно, давайте дальше смотреть час, а точнее двух часовку. Дух наслаждения еще один в виде еще одного дзя, и как минимум там было трое, да. Один отвлекал на себя внимание, другой там, я не знаю, был, может быть, на подстраховке, а третий исполнял, стрелял, сидя на дереве где-нибудь вдалеке. Ну, это так, фантазия, конечно, на самом деле не всегда количество какого-то иероглифа указывает на количество людей, участвующих в событиях, но иногда совпадает, иногда очень сильно совпадает, так, что просто челюсть отпадает, ну, нифига себе, думаю, я вот это бадзы дает, все в этих иероглифах видно. Так, ну, вот этот дзя здесь на собаке, еще одна собака, три собаки, три дзя, это что, совпадение? Не думаю, наверняка, да, как минимум трое было задействовано в этой спецоперации. Еще дзя на собаке, это вот как генерал, если янская вода на собаке, это вот верховно-главнокомандующий, вот король, у которого есть целая армия в распоряжении, то дзя это генерал над этой армией, который непосредственно команды передает исполнителям, солдатикам, приказы отдает, да. Ну, и вот, а те, как собаки, команды исполняют, разумеется. Так вот, здесь намек на то, что да, военные службы какие-то, спецслужбы, банды, все что угодно здесь можно представить, но явно были какие-то кураторы, были исполнители, и это организованное было действие, а не просто пацан сам так решил. Да, у него мог быть личный мотив, я согласна, но он действовал явно не в одиночку. И, возможно, не он эту пулю выпустил. Возможно, это был кто-то другой. А этот парень просто вот взял на себя вину за большие деньги, да, и сыграл свою роль этого чучела огородного, привлекающего к себе всеобщее внимание. А главное камер. Так, ну, хорошо. Диана собаки, что еще может быть? То, что им займется полиция, например, и какие-то другие службы. Тоже да, тоже да. Что по фазам? Шапка-пояс и вынашивание. Ну, опять что-то там наумнячился, начитался чего-то, вынашивал долго и нудно и совершил. Может такое быть по этим фазам? Ну, вполне. Еще один овечий нож. Звезда, еще одна лунная добродетель или цветущий балдахин. Цветущий балдахин, конечно, вместе с собаками намекает на то, что будет сидеть, что его поймают. Луная добродетель тоже говорит, что так по плану задумано. Ну, овечий нож, да, все-таки намекает на то, что нет однозначного ответа, он нажимал курок или не он. мы видим только то, что это организованное событие, что участников там гораздо больше, чем он один, и что план этот вынашивался какое-то время, и эта женщина не единственная, а первая в этой серии. Ну, вот это больше похоже на правду. Кстати, насчет серии, вы же знаете, да, что вышел этот сериал у меня про падших ангелов. Если не видели, отдельное видео я с презентацией этого сериала сняла. Если вас интересует эта тема, а там очень много открытий, мною было сделано, очень интересных наблюдений, умозаключений, короче, пишите мне на e-mail или вайбер, договоримся. Посмотрите, послушайте, получите массу удовольствия, наверное, и много новых знаний у бадзи. Ну, а теперь давайте пройдемся по взаимодействиям в карте небесных стволов и земных ветвей. И начнем с небесных стволов, конечно же. В самой карте мы видим, как сливаются воду, янский огонь и иньский металл. А вода это братство, что тоже намекает на то, что парень ну, не одиночка. а в земных ветвях мы видим, как сливаются кролик и собаки в огонь. А огонь для этой карты это богатство, деньги. Ну, или риск. То есть, очень рисковый пацан. По большому счету, способный на всякое. в такте тоже у нас змея это огонь. И в месяце коза, которая вместе со змеей тоже в огонь уходит. Стало быть, готов идти на самые отчаянные поступки. Что насчет металла? Да, есть у нас эта самая обезьяна, которая с собаками может в этот металл уходить. Для него это ресурс, поддержка. Или же тормоза. Но и самовыражения пришло очень много. То есть, газу-то поддал, конечно же. Тем более, что? Что у нас по дереву в земных ветвях? Ну, у нас есть кролик, у нас есть дракон. А это комбинация дерева, конечно же. Тигра только не хватает. У нас есть кролик, у нас есть коза. И опять же, не хватает вот той самой свиньи, о которой я говорила в самом начале. чтобы здесь сложился тригон деревянный. И этой самой свиньи очень не хватает собакам. Знаете, для того, чтобы прям вот все капканы сработали. Ну, чтобы вообще уже было полное попадалово в эти сети. Ну, и земляное мы тут тоже наблюдаем. Есть собаки, есть коза, нет, конечно же, быка, но есть дракон, который этого быка способен заменить. Стало быть, мы можем здесь говорить и о наказании хранилищ. Ну, и лошадиное наказание мы тоже можем здесь заподозрить. Вот, если он родился, например, в час тигра или в той же свиньи, то, да, вот оно, лошадиное наказание в виде обезьяны, змеи и вот еще какой-нибудь лошади в придачу. Ну, однозначно видно, что день для этого парня был роковой. Ну, я, конечно же, решила пойти немножечко дальше и полюбопытствовать, а что там было в карте цемей на тот час? И где же был господин дня Шапоклячки? И обнаружила, что в юго-западном дворце, да-да-да, с воротами смерти и в пустоте со звездой болезни. Там же еще стоит Илюхэ, который намекает на то, что да, в этом всем театре действий был не один и не два актера, а вот целая какая-то организация. И может быть это намек на то, что и она не единственная, что будут еще, или вот есть какой-то черный списочек, в который она попала. То, что за ней там прячется инский огонь, это намек на язык, потому что самый инский огонь как раз таки связан именно с языком, со звуком, причем довольно токсичным. Ну вот, таки да, боролась за Мерла, за язык, но дело такое. И что характерно, ее дворец с вот этими воротами смерти порождает дворец, в котором находится господин дня вот этого шляпника. А что у него тут тоже пустота оказывается. Ну да, на 15 лет наверное уйдет в пустоту, на хранилище отправится. Ворота шока. Вот так сюрприз он устроил. Однако никто от него такого, я думаю, не ожидал. Он может быть даже сам от себя в большом шоке остался. Великий Инь намекает на какие-то тайны, на какие-то секреты большие. А вот эта вот звезда столб говорит о том, что ну парень немножко упоролся на вот этих конспирологических идеях и сам на себя навлек большие неприятности. Надо еще отметить тот факт, что в системе цемень Янская вода еще является символом тюрьмы. Я еще глянула на главные ворота, это ворота отдыха. Ну да, кого-то на вечный покой отправили. И это такая какая-то хитрая многоходовочка на самом деле. И все это план какого-то джифу главного духа. Ну то есть очень высокопоставленного человека. Ну и в ее карте в такте удачи, и в его карте непосредственно в дне рождения мы видели этого верховно-главнокомандующего. Но кто и с какой стороны и какой такой армии он верховно-главнокомандующий, это, конечно, вопрос открытый. На вот этот вопрос Бадзы, к сожалению, не отвечают. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. надеюсь, встретимся в следующем видео. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok